Великий русский танцовщик Вацлав Нижинский имел более чем сомнительное счастье скончаться дважды. Для мира искусства он умер после поступления в психиатрическую клинику, где в странных грезах провел без малого 20 лет. Второй раз в апреле 1950 года он умер по-настоящему. Нижинского так долго считали умершим, что известие о его реальной кончине стало настоящим потрясением для тех, кто видел этого великого мастера на сцене. Сегодня, спустя много лет после его смерти, по-прежнему почти ничего не известно о мистическом аспекте этого выдающегося таланта. Прыжок Нижинского, когда он, перелетев пол сцены, над этой сценой зависал, так и не разгадан специалистами. Вопросы вызывают и его интимные отношения с мужчинами. Первым был князь Павел Львов, под которого юного танцовщика, по версиям некоторых историков русского балета, подложила собственная мать. Причем из самых лучших побуждений. Князь окружил Нижинского утонченной заботой, занимался его художественным воспитанием, оплачивал уроки у лучшего педагога, маэстро Чекетти, купил рояль, дорогое со вкусом обставил комнаты, подарил золотое кольцо с бриллиантом. Более того, когда юный балерон, не пропускавший ни одной юбки и не вылезавший, надо сказать, из публичных домов, подхватил, извините, гонорею, князь прислал ему своего личного врача. Однако, восхищаясь Нижинским танцовщиком, князь-гомосексуалист был разочарованным в постели. Видимо, играть роль гея у Нижинского получалось не очень. Именно поэтому в 1909 году Львов уступил красавчика другому любителю мужских ласк, знаменитому антропренеру Сергею Дягилеву, в котором соединились бульдожья хватка, бешеное тщеславие и гениальное понимание театра. Этот союз буквально взорвал искусство 20 века, но тоже оказался недолговечным. К 1913 году отношения между Дягилевым и Нижинским и сексуальные, и творческие надломились. Дягилев искал Нижинскому замену, а тот бил своего покровителя и шлялся по публичным домам. Вот в этот момент и появилась молодая голубоглазая блондинка с большими деньгами. Ее звали Ромола де Пульский. Ее представили великому танцовщику во время водного путешествия к берегам Южной Америки, куда Нижинский отправился уже без Дягилева. Дягилев панически боялся утонуть. Желая обратить на себя внимание, Ромола сняла с пальца кольцо и передала его Нижинскому со словами «Мой отец привез его из Египта, это талисман, и он приносит удачу». Вацлав подержал кольцо на ладони, затем надел девушке на палец и сказал «Я уверен, оно принесет счастье вам, а не мне». Ночь девушка провела в молитвах о Нижинском, а наутро к ней подошел барон Гинсбург и сообщил «Нижинский просил меня узнать, согласны ли вы выйти за него замуж». Вацлав и Ромола сочетались браком в Буэнос-Айресе, в католической церкви Архангела Михаила. Оторвав от Дягилева, подарив ему двух детей и счастье нормальной семейной жизни, Ромола, увы, отлучила Нижинского от искусства. Великий танцовщик века ушел в себя и не вернулся. Последние 20 лет своей жизни он провел в сумасшедшем доме с диагнозом шизофрения. Удивительно, но остросюжетная и пикантная биография Нижинского никоим образом не проливает свет на самую главную тайну, которую он унес в могилу. Этот человек обладал совершенно удивительной способностью прыгнуть вверх на очень-очень большую высоту, некоторое время почти неподвижно застыть в высшей точке прыжка и опуститься на сцену намного медленнее, чем это позволяет делать закон всемирного тяготения. Современники Нижинского, пытавшиеся разгадать эту тайну, исследовали каждый сантиметр сцены, где выступал великий балерун, пытаясь найти там какие-то скрытые катапульты. Они воровали его балетную обувь, надеясь найти там особые пружины. Но так и остались ни с чем. А разгадку легендарных полетов Нижинского ряд исследователей его творчества предлагает искать у индийских йогов и тибетских монахов, которые посредством особых упражнений вроде могут противодействовать силе всемирного тяготения. Для того, чтобы без особых усилий отрываться от земли, делая гигантские прыжки, последователи тибетского учения Ланггомпа три года и три месяца в полной темноте и строжайшей изоляции проделывают какие-то диковинные упражнения. Вот после этого их тела практически теряют вес. Местные жители утверждают, что мастер Лунггомпа может спокойно сесть на стебелек травы, не согнув его под собой. Вацлав Нижинский никогда не был на Тибете, однако, судя по всему, пользовался некоторыми приемами Ланггомпа. Вацлав Нижинский Вацлав Нижинский